красивенько друзья хочу посоветовать вот такой вот фильм любовь как искупление redeeming love называется картинка выглядит не особо красиво на самом деле фильм такой прямо и против света но не ругайтесь такой про любовь и знаете вот его бы такие молоденькие красивенькие актеры хорошенькие такие девушка парень и не буду спойлерить короче классный фильм смотрите прям у меня упустила такой трогательный смотрите какая тут милота сидит на себя смотрится любимого а сай-бей сай-бей Хой морган, друзья, я помята после вчерашней встречи с подписчицей, со своей, вот, как можете заметить, я пила вчера вино красное, но дело не в этом, дело в том, что у меня две посылочки, сейчас покажу вам, что внутри, я сама еще не знаю, мне кажется, тут линзы, но ее не видно. Так, вот такая вот коробочка, это точно линзы, Moody, линзы называется. Кайфушечки, смотрите, какие кайфушечки внутри, очень клево. Давайте смотреть, что у нас тут есть, мои дорогие. Линзы. Ну, оттенки мы будем смотреть позже, я думаю, что когда я буду их применять. Я так думаю, что они тут тоже все по одной штучке, как обычно. Это любят делать. Мерить будем. Потом у всех такие вот индивидуальные коробочки. А, кстати, здесь даже есть кейс для линз. Короче, они, по ходу, мне кейсы, только кейсы. Для линз тоже послали, что, конечно, круто на самом деле. Они такие прикольные, все стильные. Я не знаю, что у меня как-то сегодня качество какое-то странное от телефона. линзы. Вот такие вот морные линзетки. Поблетки такие, знаете, по-моему. He doesn't know. Что это, тоже линзы? Не знаю. Наклеечки. Я обожаю, когда кладут что-то еще дополнительное, знаете, всегда очень приятно. Вот эта вот очень милая штучка, я уже обратила внимание, похоже, это для макияжа, кстати, нужная тоже вещь бывает. Так, здесь что-то insertion and removal kit. А, ну это для, короче, для снятия линз, но я обычно не пользуюсь. Так, тут еще какие-то рекламки. Ну, короче, инструкция в применении. И еще даже наклеечки лежат. Очень клево. Наклеек даже две пачки. Вот такой у них инстаграмчик. Прикольно. Короче, буду мерить и снимать, как обычно видосики, но после с макияжем и линзами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дорогие, знаете, у меня такое состояние сейчас немножко... Ну типа я уже приехала, первое время я ходила и снимала все подряд, тем более новые места. И сегодня, кстати, опухше, потому что я приболела тут. Второй день хожу соплевенькая, с больным горлом. Так вот, что я хотела сказать. Такое состояние, знаете, когда я уже немножко привыкла бы здесь, ну, снова, типа. И уже такая ходишь, ну а что снимать, уже все, видишь. Вот, как-то немножко так, поэтому видео порежу бы, пускай, у нас что-то с Wi-Fi заморочки, поэтому... А вот так вот. Так, вот сняла одну линзу, показываю вам разницу. Вот это линза, вот это не линза. Мне кажется, не так сильно, да, видно? Так, друзья, добрый день, у нас опять новый день. Я опять померила линзы и опять, мать его, я не вижу никакой разницы. Вот здесь линза серая, здесь ничего. Ну что, и крайний цвет линз, который я себе заказала, еще в анимашке. Вот, одна линза голубая, и вот мой глаз. Ну, тоже, короче, не сильно видна разница, мне кажется. Короче, почему-то, знаете, первый раз такие линзы я заказала, и все незаметны на мне. Они слишком мягкие, на самом деле, когда привыкаешь к ним, они нормально на глазах лежат. Может быть, они реально более мягкие, поэтому не так их видно. Ну, тогда в чем смысл таких нырёвок, я не знаю. Линзы самые заметные, голубенькие. Вот, но почему-то в этот раз, короче, все-таки не заметные. Кто разбирается? Мне кажется, потому что они просто мягкие, наверное. Поэтому не так видно. Жалко. Ну, мне скоро еще должны, кстати, другие линзы прийти. Так что будем с вами дальше мерить. Добрый день, друзья. Еще раз, это какой-то прям анпекинг-влог, но тем не менее, что поделать? У нас тут муки, кстати, возможно, вам будет слышно. Такой АСВР, но не очень приятный. Короче, мне пришла посылка, пока я снимала, примеряла линзы с другой посылки. Мне уже пришла другая посылка. И это посылка от фирмы Юинс. Надеюсь, я правильно их читаю. Здесь у меня такие платьишки, которые... Прошел час. Платьишки, которые я выбирала. Такие, какие-то свяданочные нарядные, такие вечерние, красивые. Так, и здесь у меня четыре наряда. Короче, три платья и один купальник. Так, друзья, короче, продолжаем. Ну так, первая платьишка зеленая, зеленый бархат. Зеленый бархат, зеленый бархат. Все, что интересно, с этим брендом я отдельно уже... Точнее, не отдельно, как сказать. Ситручила, короче, вместе с Ньюшик. У них тоже этот бренд продается на сайте. Вот, оно такое идет. Кстати, под погоду хорошо сейчас подходит, потому что погода вроде и тепло, а вроде и нет. Короче, вот такое, а-ля Моника Белучий Стелл, как я их называю, с голыми плечами. Бархат, такие, знаете, культурные. Так, вот это платье какое-то тоже из этой же оперы. У меня было какое-то, видимо, настроение итальянское, что ли, в плане не расцветки. На самом деле, оно довольно пестро выглядит. Сейчас особенно на цвету. Потому что здесь такие блесточки, как из клея, может быть, я не знаю, с чего они сделаны. На фотке они были не такие яркие, но вообще тоже, наверное, красиво будут смотреться вечером. Вот, оно тоже идет такое приспущенное, коротенькое достаточно. И тоже с голыми плечами. Блин, хоть иди сегодня куда-нибудь. Опять. Еще одно платьишко. Это же уже, это не платьишко, я, кстати, говорю, это юбка. Вот такая прикольная юбка. Кстати, круто. У меня вот как раз, я поняла, что у меня юбок нет особо здесь. В общем, вот такая вот, фэшн, фэшн, с оленем. Ну, а такая, все знаете, очень асимметричная. Короче, нужно мерить, чтобы понять, чтобы погладить ее, наверное, не мешало. И такая достаточно вроде коротенькая и длинненькая, потому что сзади длинная. У кого проблемы с целлюлитом? Вообще, прекрасное решение. Впереди короткое, сзади пупы пропывают. Ну и, ну и сердце купальничек. Купальничек, купальничек, надеюсь, с размером угадала. И надеюсь, что будет куда надевать купальник, кстати. Скоро у меня вообще съемки клипа. Купальник, кстати, очень секси. Помните мои истории про эпиляцию зоны бикини? Я решила взять себе купальник с глубоким бикини. Вот, надеюсь, что он еще по размеру пойдет. Здесь вообще очень все прекрасно вырезано. Он такой прям, знаете, очень, надеюсь, что не маленький. Но, конечно, тянется все равно. Я думаю, что нужно налезть. Как вы можете заметить, здесь очень все по моде. Очень все так тотально открыто. Вот, так что очень интересно. Кстати, больше всего мне интересно даже стал померить пупальник. Скоро буду мерить. И, как всегда, все ссылочки мои дорогие будут в описании. И там же есть промокод на скидком Тарасова15. Промокод, в любом случае, короче, он будет внизу. Вот, кому что-то понравится. Так что можете себе тоже сказать. Субтитры сделал DimaTorzok